Европейская комиссия предложила ужесточить ограничения на выбросы вредных оксидов азота и твёрдых частиц транспортными средствами, а также ввести новые стандарты загрязнения от тормозов и шин. Первое ограничение Евро-1 ЕС ввёл ещё в 1992 году. После этого постепенно их ужесточал. Следующий стандарт Евро-7 распространится на легковые автомобили и фургоны с 1 июля 2025 года, а на автобусы и грузовики – двумя годами позже. Правила обяжут сократить выбросы для грузовиков, а для автомобилей и фургонов будут установлены самые низкие значения выбросов, взятые из стандарта Евро-6. Так, например, ограничения по диоксиду азота для дизельных автомобилей будут снижены до 60 миллиграммов на километр. Сегодня это стандарт для бензиновых автомобилей. Добавлены новые пределы для микроскопических частиц от торможения и износа шин. «Это очень важный момент. И мы также сосредоточились на цифровом аспекте, чтобы убедиться, что автомобили будут чистыми». По данным Еврокомиссии, в ЕС из-за выбросов автомобильного транспорта каждый год преждевременно умирает 70 тысяч граждан. Это в три раза больше, чем в результате ДТП. Политики считают, что выгоды для здоровья нового стандарта намного перевешивают затраты. «Многие страны следят за тем, что мы делаем. И в конечном итоге они применяют наши стандарты и извлекают выгоду из нашего собственного опыта. Мы не заперты в замкнутой среде». Новые стандарты выбросов были приняты после соглашения, которое блок заключил в прошлом месяце. Согласно НИМО с 2035 года вступит в силу запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей и фургонов.